Привет всем! Ну что, есть повод поржать. Фейсбук грохнулся. Сейчас мне сообщили, что уже включился, в том числе грохнулся Инстаграм. И я хочу поговорить именно об этом, насколько мы зависим от чужого мнения, от соцсетей и всего остального. Как у меня это было, я опубликовала пост на Фейсбук, причем такое совпадение, что сегодня пошел международный скандал по поводу офшорных зон наших мировых лидеров. Поскольку меня не интересуют мировые лидеры, меня интересует именно Украина, то есть Порошенко, Зеленский, который непосредственно связан с Коломойским, на которого в США открыто несколько криминальных дел. Поэтому я опубликовала пост в Фейсбук, сейчас расскажу, как у меня это было, потому что я решила, что именно из-за меня Фейсбук закрыли, из-за моего поста. Я написала, что это они меня называли врагом украинского народа. Все эти предатели, убийцы, воры, я имею в виду украинских оригархов, которые прятали свои денежки в офшорных зонах. Что значит офшор? Это значит, что ты не отдаешь бюджет своего государства. Если ты не отдаешь свои деньги в бюджет, значит страдает бюджетная сфера. Учителя, военные, которым, как я узнала, они выплачивают зарплату, чиновники и все остальное. А когда я опубликовала пост, Фейсбук грохнулся. И, наверное, так каждый подумал, который что-то написал на Фейсбук и не смог этого увидеть. И каждый подумал, что да, это из-за меня. А в чем проблема? Если кто меня не знает и кто видит впервые, я тележурналистка из Украины, которая бежала, которая здесь подавала на первый статус политэмиграции, потом у меня статус изменился, я сейчас жду свою вторую грин-карту, постоянную по замужеству. Я бежала из Украины, потому что меня называли путинской сучкой, меня обещали повесить в меня одинокую маму, тележурналистку, которая выбралась на центральные каналы, не зная даже украинского языка. И я делала на YouTube видео, потом я эти видео вынуждена была закрыть. Почему я их закрыла, и почему собственно не развивается мой канал сегодня? Я бы могла уже зарабатывать какие-то деньги на YouTube, непонятно. Любая работа, даже если это хобби, которое не приносит доход, она никому не нужна, никому не интересна. Но я закрыла свои видео, недавно я сделала видео о том, что мой муж мне запрещал снимать на YouTube, мы когда с ним куда-то приходили и что-то было интересное, я открывала свою видеокамеру, он мне кричал «Тебе же за это не платят, зачем ты это делаешь?» То есть у мужа была определенная ревность, он хотел все внимание иметь на себя, я это могла понять, и было давление в том числе со стороны моих детей, со стороны моих друзей, которые считали, что делать видео политически это для меня опасно. Я их послушала, кроме того, мои дети говорили, которые сейчас проживают в Европе, сказали, что «Мама, мы должны ездить в Украину», и эти нацики, они ненормальные, они способны на все, они вооружены, поэтому закрой свои видео, закрой свой рот, и поэтому я закрылась. Кроме того, был еще видеоматериал о том, как я в Вашингтоне впервые снимала шествие 9 мая, когда колонну окружала полиция американская, и когда я впервые нацепила георгерскую ленточку, потому что в Украине это было невозможно. Всякие акции в Украине блокировались, были страшные там действия, людей били в Украине. Естественно, эту георгиевскую ленточку в знак победы я не могла нацепить. Я в этом видео рассказала своей бабушке, о своем дедушке, который воевал. Это видео тоже я закрыла, потому что посыпалось очень много хейта. Я не знаю, как меня слышно. В принципе, видео перезаписываю. Вот так буду держать микрофон. Поэтому, да, и мой канал потерпел неудачу на YouTube. вот. Я сейчас работаю без сценария, и я могу отвлекаться на какие-то моменты. Выставила камеру на розочку, но там, похоже, плохо со светом. И плохо было также, я включила наушники такие беспроводные, прослушала, там вообще ничего не слышно. Хотела записать видео на природе, но у нас тоже есть здесь, не вменяшке. Я гуляла с собакой и увидела, что спустили питбуля, причем в том районе, где много видеокамер. Моя собака не кастрирована, поэтому не удалось записать видео, и поэтому я записываю дома на фоне забора. Кстати, этот забор сделал мой муж. Он у меня золотые ручки, и поэтому, да, вот так как есть. Захотелось с вами поболтать. По поводу фейсбук, опять же, продолжаю. Когда у меня все это случилось, я публикую в пост, что вот они меня назвали врагом народа, все эти олигархи украинские, которые прятали свои денежки в офшорах, кто же по сути враг народа, да, меня назвали врагом народа, потому что мое видео через продакшн вышло на РЕН-ТВ российском в программе «Военная тайна». До того момента, пока не начался весь этот украинский хейт, я вообще не знала, что такая программа существует. и украинские СМИ, которые принадлежат естественно украинским олигархам, нужно было найти какую-то девочку или мальчика для битья, и они начали на этом фоне делать пиар себе, какие они патриоты, какие они преданные независимому в кавычках государству, ну и естественно, нас стали делать неугодными в этой стране. Поэтому мы подали документы на выезд из страны. Я сейчас в Америке вообще совершенно случайно, потому что первые мои документы, это была рабочая виза в Польшу, но визу в Америку открыли сначала, то есть я подала на рабочую визу в Польшу, но мне открыли визу в Америку по приглашению. Я не хотела ехать, я сказала, что эта виза у меня на 10 лет, я всегда успею поехать в Америку за океан, но мои дети, мои друзья просто дали мне пинка под зад и сказали, что ты все равно здесь не сможешь работать как тележурналист, ты здесь всегда будешь считаться сепаратисткой. Я многодетная мама одинокая, которую не постеснялись так вот троллить, унижать, не постеснялись издеваться над моей семьей, я должна была выехать в Америку, я попала в гетто, в Детройт, и я делала об этом тоже видео, но я их закрыла, и сейчас мое мышление совершенно изменилось, я себя чувствую совершенно свободным человеком, мое финансовое состояние, вот даже этот дом, пусть он не выплачен, он вырос в цене, я имею право на этот дом, то есть я подстраховалась, я вышла из депрессии за эти 6 лет, пока я в Америке, и поэтому я буду говорить то, что я думаю, то, что я хочу, это по поводу того, насколько мы зависимы, и насколько нужно все-таки все это с себя смывать, стирать, чтобы говорить то, что ты думаешь, и не зависеть, нет кого, нет родственников, мужей, друзей, а делать то, что ты хочешь, вот чем я сейчас и занимаюсь. И, кстати, у меня сейчас на кухне много работы, у меня было также видео по поводу того, что муж меня загрузил в домашние работы, он ничего не делает, и у меня не остается времени на свои личные желания, на свои хобби, и вот сейчас я делаю то, что я хочу, потому что мне нужно ему пожарить курицу и себе что-то приготовить, ну, как бы жрать не как бы додумайтесь сами, что там дальше, и можно подождать. И я решила все-таки выделять время для себя. Так вот, опять возвращаемся к фейсбуку. Цукинберг сегодня, как пишут другие СМИ, потерял более 6 миллиардов долларов, и это тоже так смешно, потому что мы все помним, когда началось это два года назад всемирное сумасшествие, и когда мы писали свое альтернативное видео по поводу всех этих укольчиков, как нас блокировали, как там появлялись все эти посты по поводу полезности всех этих новых требований в кавычках. Вот, и все-таки у меня есть повод порадоваться, наверное, Бог есть, Вселенная видит. Так вот, когда я опубликовала этот пост на фейсбук, я чем занималась, я потеряла практически целый день, я переустанавливала компьютер, я перезагружала приложение на компьютере, на телефоне, и потом позвонила своей дочери, оказывается, что я думала, я позвонила ей в вайбер, хорошо, моя дочь это увидела, и сказала, мама, ты же мне звонишь на прямой телефон, сколько ты денег заплатишь, если бы она это не заметила, я бы могла с ней долго болтать, мы обычно долго разговариваем, до часа, и потом я начала читать соцсети, и поняла, что там действительно проблема с серверами, и от фейсбук сейчас многие зависят, я помню, когда только начиналась эта сеть, мне сказали, а мы сидели в одноклассниках, там, вконтакте, мне сказали, Света, переходи на фейсбук, сейчас все там, ну вот, вот так получилось, и сегодня все полезли в телеграм-канал, и читаю, что телеграм-сервера телеграм-канала тоже как бы терпят трудности, потому что все туда тронулись, да, сунулись, и у меня тоже там есть свой как бы контент, но он не загружен, просто я как бы забила там свое место, но ничего туда не загружала, вот, придется, видимо, начать работать еще и с телеграм-каналом, ссылки я здесь оставлю, и я к чему, действительно, все это смешно и нелепо, насколько мы зависим от этого всего, понимаете, и, наверное, нужно оставлять все-таки время каким-то таким житейским радостям, вот на мне футболка, здесь написано love, эту футболку я обещала одной маленькой девочке, когда она подрастет, здесь вот такая розочка, она, когда я ее увидела, пришла в восторг, я ей пообещала ее подарить, поэтому давайте любить себя, ни от кого не зависеть, ни от каких соцсетей гребанных, вот, а по поводу Украины и всех этих офшоров, знаете, вот такое совпадение, что сегодня опубликовали вот это скандальное расследование от группы журналистов по поводу вот таких вот коррупционных действий, и вдруг грохается в фейсбук, и мне кажется все это знаково, то есть есть еще какая-то жизнь помимо соцсетей, радость и свобода, я бы сказала так, свобода, поэтому давайте искать альтернативу всем нашим действиям, искать план Б, если что-то грохается, чтобы мы имели повод повеселиться и не тратили на это, так как я сегодня и многие другие люди практически целый день выясняя, что случилось, почему не работает какая-то гребанная соцсеть, да, конечно, это общение с друзьями, с родными, это бизнес для многих, на фейсбук есть реклама, где продвигаются определенные фирмы, люди за это платят деньги, но тем не менее всегда нужно иметь план б, подписывайтесь на мой канал, я вам расскажу много интересного, например, о том, кроме того, что я открою свои видео, потому что мое сознание за 6 лет в Америке все-таки изменилось, я себя чувствую свободным человеком, я уже просто не боюсь, я столько раз писала в правозащитные организации, которые поставили мне игнор, я пыталась связаться даже с «Голос Америки», они мне сказали, ты знаешь, это же не наш формат, то есть вот так вот открыто, когда я хотела рассказать о том, что со мной произошло, что происходит в Украине со свободой слова, с журналистами, они сказали, это не наш формат, и поэтому я все 6 лет пыталась побороть депрессию, и будет об этом мое видео, как вообще с этим справиться для эмигрантов новых, и не только, я вам расскажу, как я познакомилась со своим мужем, это тоже была авантюра, я вам расскажу о своем муже, это вообще криминальная история, как бы полукриминальная, детективная, он тоже много пережил здесь, в Америке, поэтому встретимся с любовью, Ваша Света, love, I love you, пока!